Лучшая лига снова с вами на связи. Лучшая лига мира. Стадион Геолог Тюмень. 15 сентября. Экватор первого месяца осени в 2024 году. Вот так мы с вами подошли к первому юбилейному туру. Десятому. Мы видим с вами, что в Тюмени, хоть изначально было облачно, но сейчас тучки поменяли свой цвет, становятся серыми. И возможно мы с вами даже под проливным дождем эту игру проведем. Десятый тур нам еще раз графика подсказывает. Поехали. Есть свисток. Игра началась. И традиционно начинаем с гостей. Сокол. 35 номер. Тоже самое Максименко. Перевод налево. Кинфак статичным не будет. Он один из самых быстрых футболистов в составе хозяев. Кинфак пойдет в обыгрыш. Пробует. Пробует. Кинфак. Подача на дальнюю. Дело до удара не доходит. Но подбор за Тюмени. Короткая передача. Дальше можно на второй темп. Еще одна подача. Кинфак. Это было красиво и изячно. Но вот это тоже интересный вопрос. А можно ли эту попытку Кинфака засчитать за полноценный удар? Сыграл с ближним. Неплохо. Дальше поперечная передача в исполнении Кленкина. И пробить можно. Отсюда есть удар. Спасили Косаревского. Вот и дальние удары Тюмени. Они работают. Кинфак. Цепица за мяч. И снова подбор за хозяевами. Много подборов они выполняют. Кинфак. Это туда. В небеса. Но закон всемирного тяготения никто не отменял. Мяч опустился и за боковую отправился. И снова Оливье. 20 номер. В статистику ударов не пойдет. Хорошая короткая передача. Дальше на паузе. Опасно. Кинфак. Скидка. Удар. Близко. Но не точно. Кинфак мог отдать голевую передачу. Ну а Тюмень выйти вперед. Сокол все свои угловые разыгрывать с помощью подач без каких-либо передач. Подача на дальнюю штангу. Удар. И гол! Вот она великолепная подача. Артем Максименко продолжает забивать ворота соперников. Мы помним его. Дубль матча со СК Хабаровск. Дубль за 16 минут. А здесь первый мяч на 42 минуте. Великолепная подача. Но и Максименко. Да. Браво. Артем выиграл верховую борьбу. Здесь, конечно, как будто манекен черен. Все стоят. Итак, Шаблохов бьет. И снова Косаревский. Знаете, я сейчас чуть ли не назвал Косаревского королевским. Но поистине король ворот сегодня и одних, и других. Неважно, где он стоит. На самом деле, Оливье много активности создавал. Проникающая передача. Опасно. Бить можно. И как Тюмень не забивает. Как Тюмень не забивает. Кенфак за голову хватается. Он мог сейчас уже снова почувствовать вкус голевой передачи. Идеально находит Купцова. Да и сам Дмитрий молодец. Сделал правильное забегание. Открылся. Здорово уходит из подавления. Длинная проникающая передача. Здорово. Надо решать отсюда удар. И снова Косаревский. Не дает на сей раз уже Кулишеву отличиться. Помним мы с вами недавно Кулишев заработал крайне опасный стандарт. Ну а после этой атаки саратовцев, скажем, ужаска Микки Тюмири. Прорыв идет. Передача точная. Удар. А вот удар неточный. Недовольство связано с тем, что сейчас требовали желтую карточку футболиста Сокола в глубину. Говорите, Сокол прижимается как к своим владениям. Падение чисто. Подбор. Каратаев налево. Пространенная передача. Удар. И снова он. Косаревский. Иванов говорит, Петь, я не виноват. В случае чего, прости меня, раз тюменцы играют вот именно таким образом. Мягкая подача. Бема Кингбанк. И снова Косаревский. Петр Косаревский, мне кажется, уже вот на 80% забронировал себе место лучших игроков 10-го тура. Не помешал он атаке Тюмени развиться. Подача на дальнюю. А это даже удар получился. Штанга. Вы представляете, если бы сейчас Фалов зацепил этот мяч. Налево сыграл. И по левому флангу продолжает Тюмени атаковать. Прострел. И нет, не удается Кинфаку до этого мяча дотянуться. Снова Косаревский прочувствовал. Но будет ли это атака, вот в чем вопрос. Сокол мяч перехватывает. И это удар. Подача. Отчаяние. Звучит финальный свисток со счетом 1-0. Сокол одерживает очень важную победу на выезде. Это первая победа за пределами Саратова. Поздравляем всех борщиков Сокола.